Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире «Резонанс» в студии Татьяна Ленкова. И сегодня говорим о том, какие дела творятся с городским имуществом. Все больницы, поликлиники, школы, детские сады арестованы. Почему и каковы последствия? Все объекты города Оренбурга, муниципальные, включая объекты здравоохранения, в данный момент находятся под арестом. Он раздавишний, и он нехороший, его надо закрывать, потому что он не закончится никогда, вы все это знаете. Город Оренбург лишился еще 15 объектов недвижимости, которые тоже были городской собственностью. И зачем у города забирать управление здравоохранения? Я знаю личные отношения между министром здравоохранения и управляющим здравоохранения. Знаю о их отношениях. Не это ли послужило, а сейчас даже по личным разрешениям. Мозиция такая, не здравая, лично министр, меня это, честно говоря, очень здорово настораживает. Причем вот порой ее такие резкие какие-то заявления, я не знаю, откуда вдруг, как бы вот успела так переобуться. 76 соток муниципальной земли продано за бесценок. Или почему оренбуржцев лишили сквера в центре города? Безусловно, что здесь должны разобраться органы, в первую очередь прокуратура, в правомерности всех действий, которые там происходили. Мы сегодня немного изменим схему программы и в ней не будет привычных комментариев. Сегодня мнение о проблеме в эксклюзивном интервью выскажет глава Оренбурга Юрий Мещеряков. Итак, к теме. Имущественная зависимость у города Оренбурга перед Мечелбанком. Но в неочередном заседании городского совета стала известна ошеломляющая новость. Вся городская недвижимость под арестом. Немало удивившись, мы попытались выяснить, когда же Оренбург так успел обрасти долгами. Оказалось, узнать это практически невозможно. И на этой неделе еще одна новость. Участок земли в центре города продан за копейки. Тоже тайна за семью печатями. И все же, несмотря на строгую секретность, сегодня в программе мы попытаемся выяснить, кто и как управляет муниципальной собственностью и по каким схемам она уходит с молотка за бесценно. Все больницы, поликлиники, школы, детские сады арестованы. 4,5 тысячи зданий. Ими можно пользоваться, но нельзя совершать никаких регистрационных сделок. И несмотря на то, что арест наложен еще в августе до 30 октября, о нем мало кто знал. А те, кто знали, особо не распространялись. Суку мне известно, все объекты города Оренбурга, муниципальные, включая объекты здравоохранения, в данный момент находятся под арестом. Вопрос давнишний, и он нехороший. Его надо закрывать, потому что он не закончится никогда, вы все это знаете. И одной из причин, которая как бы сегодня, ну вот она, эта черта, за которую дальше тянуть это нельзя, было то, что наложен арест на 4 тысячи зданий. Вы проголосовали за то, чтобы выделить эти деньги и нам решить этот вопрос, тем самым снять арест с этих зданий. Оказалось, это и нехорошая история не один десяток лет. И начиналась она с благого намерения решить проблему с пассажирскими перевозками. В 90-е годы для этого решено взять кредит и купить автобусы. То есть планировали приобрести новые автобусы, а приобрели очень-очень-очень бушные, которые, насколько я помню, ну я не знаю, если они год-полтора ездили, то это уже хорошо. А деньги, так как город брал, заключал договора, он остался должен. И получается, вот на сегодняшний момент город Оренбург должен почти полмиллиарда, то есть, по-моему, там 479 миллионов. Первые официальные комментарии по этому вопросу удалось получить на брифинге начальника комитета по управлению имуществом Оренбурга. Арестовано слишком много зданий, которые стоят в разы больше существующего долга города, заявил начальник комитета Дмитрий Цветков. Данное судебное решение о принятии, значит, наложения ареста на объекты недвижимости немножко не отвечает реальной действительности, потому что 4,5 тысячи объектов, на которых был наложен арест, их стоимость в разы превышает стоимость от того обязательства, в результате которого эти действия были проведены. К тому же был наложен арест на те объекты, которые обременены вечными правами, это право оперативного управления и право хозяйственного ведения, что, в принципе, тоже незаконно. Ответил Дмитрий Цветков и на вопрос, что конкретно арестовано, за какие долги и на какие суммы. В настоящий момент более точную информацию я могу представить по вашему запросу, нет проблем. К слову, на тот момент запрос уже находился в городской администрации, а вот ответ на него. На муниципальные учреждения наложен не арест, а ограничение. Заинтересованные структуры администрации города принимают меры, чтобы снять запрет на регистрационные действия. Во всей городской администрации не нашлось человека, который бы внятно пояснил, почему оренбуржцы все эти годы оплачивали проценты по этому многомиллионному долгу. Бюджет города закладывается постоянно суммой около 25 миллионов или 27 миллионов. Это на обслуживание долга, то есть это проценты по основному долгу, а тело долга, оно по сути дела остается неизменным. Наше финуправление вышло с инициативой закрыть этой компанией 156 миллионов и подписать договора, что иск исчерпан, никто никому ничего не должен. На заседании городского совета 30 октября депутаты проголосовали за погашение этого долга. Совсем недавно, и по словам депутатов неожиданно, бюджет Оренбурга пополнился как раз на 156 миллионов рублей. Налог на доходы физических лиц. Видимо, как о нем говорят в администрации города, этот неприятный вопрос решится. Могу сказать о том, что вся эта эпопея подходит к концу. Прошли торги по поводу наших долгов. Выиграла фирма, одно акционерное общество. Сейчас мы с этой фирмой ведет администрация переговоры. Они представили нам договор, по какой цене они должны переступить или готовы переступить нам. Сейчас договор поступил уже сюда, в наше здание. Сегодня мы уже обсуждали этот вопрос заместителем главы администрации по финансам и экономике. Я думаю, что в ближайшие, возможно, в следующей неделе мы здесь после обсуждения еще раз примем окончательное решение, подпишем этот договор, то есть выкупим эти долги, рассчитаемся и будем инициировать в суд, для того, чтобы суд снял арест на все муниципальное имущество, которое сегодня судом уже наложено. Оренбург 12 лет пытался в судах доказать, что долг есть, но он сильно завышен. По словам главы Оренбурга, есть даже результаты экспертиз, по которым видно, фальсификации были. Поэтому не случайно не всплыли сегодня, но представьте, 12 лет мы казну и бюджет берегли, и не давали возможность там, так сказать, вот махинаторам запустить руки туда. Мы принимали решение городского совета об отказе, и я вынужден был выступать в Верховном арбитражном суде в Москве, куда специально ездил и выступал, и убеждал судьи, что я видел, что там не все чисто плотно сделано в этой сделке, это связано с покупкой автобусов, которые ходят по городу, их мы уже почти половину списали, а все еще до сих пор судимся, кто должен за них платить. Поэтому, наверное, платить надо, но мы говорили о том, мы хотим знать объективно, сколько надо платить за них, и насколько это была чистая сделка. Знаю, что прокуратура заводила уголовное дело, следственный комитет очень долго занимался, знаю, что есть подтверждение ростовской лаборатории, как это по установлению, так сказать, подчерка, насколько это достоверно, что там подтвердили о том, что и печать была, так сказать, фальсифицированная. Но, тем не менее, так сказать, уголовного, так сказать, преследования не состоялось. Мы десятки, десятки судов прошли, начиная от местных судов, Челябинских, апелляций, Федерального суда Екатеринбурга. И у нас целый отдел, который занимался, юридический отдел при финуправлении, который практически больше ничем не занимался, занимался только вот этими делами. То есть были счастливые минуты, когда мы вот-вот, казалось бы, выйдем из этой ситуации. Вообще ничего платить никому не будем, потому что было непонятно. Но, наверное, не хватило у нас сил, может быть, финансов не хватило отстоять это решение. И вот, так сказать, долги придется возвращать. На том же городском совете депутаты большинством голосов лишили город Оренбург еще 15 объектов недвижимости, которые тоже были городской собственностью. Все учреждения здравоохранения будут переданы в Министерство здравоохранения области. К слову, на них тоже наложен арест. Ну, или по-другому ограничение. Более того, в Оренбурге ликвидируется целая структура управления здравоохранения города. Управление здравоохранения организует оказание первичной медико-санитарной помощи. Проводит комплексную оценку доступности и качества медицинской помощи. Создает условия для развития и доступности лекарственного обеспечения граждан. Организует проведение профилактических прививок. Это лишь малая часть функций, которую выполняло управление здравоохранения города. Выполняло до того самого внеочередного заседания городского совета. Управление здравоохранения города Оренбурга ликвидируют. Оказывается, соответствующий закон вышел еще два года назад. Объекты здравоохранения передать органам государственной власти, то есть министерству. Чиновники рапортуют городу меньше забот, людям – качественное медицинское обслуживание. Что изменится, если государственное муниципальное учреждение станет государственным? По сути дела, это будет изменение выписки и возможность дополнительного привлечения нового государственного ресурса. Мне интересно, почему вот такой настолько важный вопрос для всех жителей города Оренбурга так сконканно и непонятно выносится на внеочередное заседание городского совета и, кстати, в отсутствие главы. Стоит отметить, что кроме отсутствующего главы на заседании не было ни министра здравоохранения области, ни начальника управления здравоохранения города. Но докладчики уверенно говорят, вопрос проработан на всех уровнях. Никаких минусов, лишь шероховатости, да и те поправимы. На сегодняшний день, что мы должны спросить у населения? Население, вы хотите, чтобы был еще чиновник и город здравоохранения, или вы не хотите? Мы сейчас о чем разговариваем? Они о чем политика? Мы о чем сейчас разговариваем? Население, по большому счету, все равно, лишь бы стояла больница. Я не знаю, как вам, но многие искали знакомых для того, чтобы жителя города Оренбурга госпитализировались в областной больнице. Каждое утро, я попрошу, на работу у меня 2-3-4 человека госпитализируйте, мы город Оренбург. Коллеги, посмотрите бюджет Оренбургской области на 2013 год. Я думаю, ни для кого не секрет, особенно Евгений Сергеевич знает, что этот бюджет очень жесткий. 8 миллиардов дефицита при 12 миллиардов внутреннем долге. Жестче бюджета не было. Поэтому, я думаю, вряд ли здесь у нас на город Оренбург сейчас золотые реки. Спасибо. У некоторых депутатов были свои предположения о ликвидации Управления здравоохранения. Я знаю личные отношения между министром здравоохранения и управляющим здравоохранениями. Знаю о их отношениях. Не это ли послужило таким скорополезным решением? В министерстве же рапортует медицина в плачевном состоянии. Передача в государственную собственность – спасение. А у самого министерства здравоохранения достаточно сил и средств, чтобы управлять таким большим количеством лечебных учреждений. Никаких дополнительных отделов создавать не будут. Горздрава уже два года нет функции финансирования. Все это время Горздрав финансировал три своих учреждения. Это скорая помощь, которая уже весь 12-й год ушла в фонды обязательного медицинского страхования. Это молочная кухня, которая еще существует. И третье – это был отделение санитарного просвещения, дом здоровья, который тоже упразднили, передав его в структуру областного муниципального детского объединения на Кобозе. Ну вот как вы себе считаете, должна существовать структура, которая свои функции не выполняет? И вроде для пациентов ничего не меняется, но многие, исходя из личного опыта, уже говорят о том, что, например, со своими жалобами оренбуржцам идти некуда. Мол, чем больше структура, тем сложнее до нее достучаться. Предположим, сегодня глава города, так же как и депутаты горсовета, решат, что для приема жалоб им будет нужен Горздравотдел, и для этого они будут содержать часть чиновников за свой бюджет. Пожалуйста, ради бога, мы... В Министерство здравоохранения передадут всего 15 объектов. Это 12 больниц и здания молочной кухни, которые, кстати, тоже пока под арестом. То есть смена собственника невозможна. Я этот вопрос решать не буду. Этот вопрос будет решать глава города и правоохранительные органы. На каком основании произошел арест нашего оборудования? Я точно знаю, что никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности данных лечебных учреждений арест не имеет. Это долговые обязательства администрации города Оренбурга. И поэтому эти залоги могут быть перенесены на другие здания и сооружения, которые не передаются в государственную собственность. Штаты больниц останутся неизменными. А вот что будет со специалистами, которые отвечали за качество медицинского обслуживания в городе, неясно. Я знаете, как понимаю сегодняшнюю ликвидацию? Почему 30-го числа сессии? Да все очень просто. Если мы сегодня принимаем решение, завтра все они предупреждают о сокращении увольнений. Проходит два месяца. С 1 января все мы от них свободны. От этих людей, у которых в здравоохранении у нас все чисто и прекрасно. Сегодня из штата управления здравоохранения трудоустроено лишь 4 человека. Они приняты на вакантные места Министерства здравоохранения. Что будет с остальными, в том числе и с начальником, неизвестно. К слову, комментировать это, мягко говоря, неприятную для него тему он отказался. Глава администрации Оренбурга, в полномочиях которого назначать начальника управления, ситуацию тоже никак не комментирует. Честно говоря, тоже один вопрос затронул. Я не знаю, как правильно его сформулировать. Как бы, да, я понимаю, идет реорганизация системы. Но быть безучастным к судьбе тех, кто будет освобожден от этих нагрузок. И когда я задал вопрос, а что же с нашим горздравом? И мне говорят, ну, мы не знаем, это вроде бы ваше дело, это же ваше муниципальное учреждение. Это ваши проблемы. Вы думаете, а как думать, когда у нас забрали все лечебные учреждения, а там специалисты, там же не токари, не слесари работают. Там работают врачи, работают медсестры. Но если говорить о горздраве, там врачи, да, так сказать, с медицинским образованием, то куда мы дальше должны пристраивать? То есть идти либо на поклон в эти государственные учреждения, в этот же Минздрав и говорить, вы ради бога возьмите наших товарищей. А мне говорят, ну, мы трех, может быть, возьмем, а остальных нам не нужны. Там, так сказать, мы управимся без вас. То есть пусть это забота будет, и головная боль это ваша. Я думаю, это в принципе неправильно. И настрой министра в этом отношении абсолютно неправильный. Мы должны совместно, если эту реформу затеяли, так сказать, с учетом законодательства федерального, то мы должны ее довести логически до конца. Мы должны трудоустроить, найти возможность трудоустроить каждого работника. Причем по профилю, по специальности. Если еще раз говорю, у нас забирают полностью всю сферу лечебную и говорят, а вы с этими людьми разбирайтесь. Так что мне, с Самарой договариваться там или с Челябинском договариваться, чтобы наших сотрудников Горздрава куда-то трудоустраивать. А они нам не нужны, вы там с ними разбирайтесь. Поэтому, наверное, я не исключаю, что мы должны, так сказать, быть безучастны к судьбе этих людей. И мы будем думать. Но то, что вот позиция такая Минздрава и лично министра, меня это, честно говоря, очень здорово настораживает. Причем порой ее такие резкие какие-то заявления, я не знаю, откуда вдруг успела так переобуться, вдруг, так сказать, работая главным врачом клиники и перейдя в должность или в статус министра. Стоит отметить, что принятие ключевого решения в этом вопросе не зависело от главы города. Но, по его словам, этот вопрос можно было решить и без развала целой структуры. Мы предлагали, оставьте все, но наделите нас полномочиями. Ведь в этой жизни мы уже не раз на эти грабли наступали. Так же, как соцзащиты. И у нас забрали всю систему обслуживания соцзащиты в область, поковаркались, поняли, что это проблема такая, что там одним взмахом не решишь. Потом сказали, нет, ребята, муниципалы, мы без вас не обойдемся. Вы верните, вы заберите назад. Сегодня глава Оренбурга продолжает настаивать на том, что к принятию решения о передаче управления здравоохранения министерству он отношения не имеет. Его лишь уведомили. С одной стороны, вроде бы там выстраивается вертикаль подчинения под одним министерством. Но я знаю, что сегодня в городском здравоохранении у нас там 20 с лишним человек, которые сидят, управляют 12 лечебными учреждениями, о которых идет разговор. И там 40 человек, которые будут сидеть в министерстве, будут управлять всей областью. Я не думаю далеко, что там все бундеркинды пришли, так сказать, ни в коем случае не хочу никого обидеть, ни министра здравоохранения, тем более это бывшая наша сотрудница, которая возглавляла одно из муниципальных учреждений здравоохранения. Мы тоже знаем ее. Поэтому, ну дай бог, как говорят, да, но еще раз говорю, что у меня даже не как у главы города, а просто как у человека, который столько лет проработал в системе местных органов. И я думаю, что я имею право на сомнения, но очень-очень хотел бы, чтобы эти сомнения не подтвердили, и чтобы все было благополучно. Конечно, лишение города 15 объектов здравоохранения объяснить можно новым законодательством. Как теперь будет работать медицина в Оренбурге, покажет время. А полумиллиардный долг города, из-за которого наложен арест на все муниципальное имущество, связывается с недальновидными действиями главы города в 90-е годы. Но проблема в том, что есть вопросы по управлению городским имуществом и к нынешней администрации, нашумевшей, но так и не вернувшейся городу, Ремдорфсервис. Прибыльное муниципальное предприятие, вмиг ставшее банкротом, имущество которого, кстати, тоже под арестом. Команда Евгения Арапова обещала вернуть его городу, но пока растут только долги перед кредиторами. И совсем свежая новость. Муниципальная собственность в самом центре города продана за бесценок. Информация появилась буквально накануне в газете «Комсомольская правда». Плюс деталями поделился, опять же, глава Оренбурга. 76 суток муниципальной земли продана за бесценок. Многие возмущены. Большой участок в престижном центре Оренбурга всего за 3,5 миллиона рублей. Правда, сегодня глава города поделился интересной информацией. Земля. Вот за этим забором по каким-то давним документам в бессрочном пользовании Оренбург граждан проекта. А проданная оказалась лишь тяговая подстанция. Ее начали строить в 90-е годы для талебусных линий. И вроде как и сейчас Оренбургу она не помешала бы. Нужно только ее достроить. Но за этим забором подстанции уже нет. Ну, так случилось, что вот я в сентябре месяце был в отпуске. И когда я вернулся из отпуска, как бы не владел, не знал о том, что объявлены торги на продажу этой подстанции. И торги состоялись, и что она продана. И, может быть, я и не знал бы до сих пор, если бы я не увидел забор, который начали городить там, вот этот 4-метровый или 5-метровый. Но, безусловно, я сразу стал задавать вопрос, что происходит там. Мне сказали о том, что якобы Институт Оренбург Граждан Проект когда-то в 90-е годы нашли какое-то свидетельство на весь этот земельный участок, где находился сквер, о том, что эта земля находится в бессрочном пользовании у Института Граждан Проект. Ну, и поэтому Институт пришел, а учитывая, что Институт выкупила какая-то самарская фирма, я до сих пор не знаю толком, кто это, да, и как бы они вот где-то раскопали это свидетельство и пришли и сказали нашим товарищам с администрации, что вот мы, владельцы, как бы за нами закреплена эта земля. Сегодня, по нашим данным, администрации дают внятные, но для многих сомнительные объяснения. Подстанцию продали за бесценок, потому что она мало того, что не действующая, так еще и в аварийном состоянии, ее надо было только что сносить. Но сегодня горожане жалеют не о снесенной подстанции, а скорее о том, что город потерял сквер, которых в центре города и так мало. А что дальше происходит? Почему вдруг? Хорошо, ну, тягую подстанцию продали, если считаете, ну, выгораживаете тягую подстанцию, причем ее так в срочном таком порядке стали разбирать, что там, по-моему, за два дня ее разобрали. А почему сквер-то выгораживает? Ну, мне стали говорить, вот, в том числе архитектура наша, что не знаем, мы следим, мы контролируем. Безусловно, у меня было требование первое, что ни в коем случае не допустить, чтобы вырубили вот этот сквер. Ну, я получил несколько писем в ответ, в том числе и от Зеленцова Дениса Геннадьевича, от главного архитектора, что этот вопрос держат на контроле, что они, институт граждан проекта, предупредили о том, что не допустить этого. Ну, а потом случилось, что я вот тоже отсутствовал там, был на заседании Совета Европы, а в командировке вернулся, и поневоле я, учитывая, что я держал этот вопрос все время на контроле, я поехал посмотреть, что там происходит. Ну, к сожалению, мне удалось посмотреть там только в щель, потому что все внесено забором, еще и висит вывеска, что контролируется видеокамерой все. И я увидел, что там никакого сквера уже нет. Чем закончится история с городским имуществом и, в частности, со снесенным сквером? Возможно, шум уляжется, все пустят на самотек, но вероятен и другой исход. Безусловно, что здесь должны разобраться органы, и в первую очередь прокуратура, в правомерности всех действий, которые там происходили. И я не скрою, я был одним из инициаторов, чтобы прокуратура именно разобралась в этом деле. И второе, я считаю, что здесь и администрация, может быть, в лице архитектуры допустила просто бесконтрольность за этим объектом, тем более мои настоятельные предупреждения, требования, чтобы не допустить там вырубки этого сквера. Ну, а сейчас вот так руками разводим, говорят, вот мы их накажем, оштрафуем за то, что не вырубили деревья. Но от этого легче никому не станет, сквера нет уже. Поэтому, конечно, это, наверное, один из самых печальных случаев. Вот за время моей работы уже в должности главы города, когда в городе на глазах у всех, у горожан исчез сквер. Вот такие проделки с городским имуществом. Ну, если кому-то не нравится, то дела. Возможно, эта тема кому-то из зрителей показалась неинтересной и далекой. Вот только стоит напомнить, речь шла не просто о зданиях, бюджете и чиновниках, а о деньгах, которые каждый из нас регулярно перечисляет, в том числе и бюджет Оренбурга. На этом все. Это был «Резонанс». До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!